Наша тюремная система, большая организация, нашла себе нового врага. Этот новый враг называется мусульмане. И мусульмане исповедующие ислам и изучающие ислам. И именно для этого, для борьбы с так называемым зеленым движем, придумываются постоянно какие-то ограничения, которые мешают людям изучать ислам. Я честно с Ходорковским, я думаю, никакой лояльности быть не может, потому что он не скрывает своего отношения к чеченцам, к Кавказу в целом. Как думаешь, идиловый бар случайно вышли не в ту дверь или все же это не случайность? Курортный и развлекательный комплекс Атлантизы Пальм Джумейра расположен в городе Дубай на знаменитом Пальмовом острове. Почему в Ингушетии могут открыто призывать таухиду, а в Чечне нет? Вот тема, которую реально нужно освещать, которую нужно говорить. Потому что там это под запретом, не разрешает. Царский наместник на месте в Чечне не разрешает. Там само слово таухид под запретом. Значит, если это под запретом, те, кто могут это делать удаленно в интернете, они должны это делать, а не заниматься обсуждением каких-то абсолютно неважных, неактуальных тем. Кстати, по поводу ислама. Сейчас во время заседания Верховного суда в России Навальный выступил с речью и часть его речи была посвящена ущемлению мусульман в российских колониях. Вообще, Навальный, оказавшись в тюрьме, он, видимо, с ним много мусульман там сидят, он сталкивается, видит все, что там, что-то несправедливость, которая там происходит. И во многом его взгляды, возможно, о мусульманах и на ислам поменялись. Я хочу прочитать выдержку его из его выступления, касаемое мусульман. Наша тюремная система, большая организация, нашла себе нового врага. Этот новый враг называется мусульмане. И мусульмане, исповедующие ислам и изучающие ислам. И именно для этого, для борьбы с так называемым «зеленым движем» придумываются постоянно какие-то ограничения, которые мешают людям изучать ислам. Я часто слышу, что кто-то за стеной молится. И в любом СИЗО вы услышите молитву мусульманина. Потому что в результате нашей операционной политики, социальной политики тюрьмы, уважаемый суд наполнены мусульманами и немусульманами. Их очень много. И представители ФСИН почему-то находят огромную угрозу в том, что люди изучают ислам. Потому что, ну, как бы говоря по-простому, существует некий «черный движ», то есть правила, которые устанавливают профессиональные преступники. Существует режимный или красный порядок, который устанавливает администрация. А еще существует сейчас, как считается, некий «зеленый движ». Извините уж, пожалуйста, что я в Верховном суде потребляю такого рода выражения. Просто невозможно заменить их ничем. То есть, это мусульмане, которые, изучая ислам, они, ну, якобы, предполагается, будут любые другие правила отрицать. Они будут объединяться по принципу изучения ислама и тем самым будут противопоставлять себя администрации и диктовать некие свои правила. Эта конструкция абсолютно выдуманная, искусственная, несуществующая. Но, тем не менее, вот этот вот придуманный враг, «зеленый движ», он имеет абсолютно реального противника. Один из этих противников – ПВР. Пример, уважаемый суд. Вот когда вы сейчас зачитывали то, что можно брать с собой в камеру ШИЗО, вы, наверное, не обратили внимания, вы сказали, это религиозный предмет нательного ношения. А в предыдущих ПВР было нательного ношения или карманного ношения. Почему? Потому что крестик можно, а четки теперь нельзя. Но кому мешали эти четки? Ну, понятно же, у православных тоже бывают четки, у католиков бывают четки. Но гораздо реже. Понятно, что это сделано для того, чтобы мусульманин не мог принести четки в ШИЗО. Почему это делается? Никто не понимает. Это абсурдная вещь. Но в рамках вот этой вот своей странной, очень загадочной, необъяснимой борьбы с мусульманами, с изучением ислама в тюрьмах, страдают и все остальные. Я думаю, это очень показательное такое выступление Навального. Это заметная такая трансформация его взглядов, его убеждений, в том числе и в отношении ислама. Очень многие раньше из-за прежних его высказываний, из высказываний Навального нулевых, обвиняли его в исламофобии, даже в Кавказофобии некоторые. И вот сейчас, оказавшись в тюрьме, столкнувшись непосредственно и с мусульманами, и с притеснением этих мусульман, видя это все своими глазами, он даже во время своей речи в Верховном суде посчитал нужным упомянуть этот момент. И вот здесь вопрос к защитникам ислама, служителям сунны, Корана и так далее. Почему тот, кого вы обвиняете в том, что он за какие-то западные ценности, за разврат, хочет принести все плохое в Россию, почему он говорит об этом, почему он печется об этих мусульманах в российских тюрьмах? А почему вы не уделяете этому внимания? Почему администрации этих тюрем в СИН России, почему они вас не боятся? Почему они не боятся того, что где-то они ущемят мусульманина, либо какую-то нападку на ислам сделают в тюрьме, и нет опасности, что вы придете и накажете этих людей? Потому что вам на это плевать. Ведь они боятся, когда они что-то говорят про Рамзана Кадырова, они боятся, что к ним придут и их заставят извиняться. Немало примеров таких, когда заставляли. Они боятся в отношении там иных каких-то кадыровских чиновников что-то подобное высказывать. Они боятся высказываться в отношении республики в целом, потому что опять-таки прецеденты, когда заставляли извиняться. Но вот здесь они не боятся, потому что нет прецедентов. Потому что они знают, что вам плевать на положение мусульман в российских тюрьмах. О них говорит Навальный в Верховном суде, но не вы. И когда какая-то шумиха какая-то начинается, вы там показательно что-то ваш уполномоченный по правам человека поедет, на камеру какое-нибудь видео снимет, рассказал о том, как он озабочен ситуацией, и как он там поговорил, и будут приняты меры. А дальше будни этих мусульман в тюрьме продолжаются. И все как обычно. Молиться запрещают, всякие препоны ставят, чтобы люди не могли совершать молитву своевременно, читать Коран, изучать свою религию. Лучше бы вот этим вопросом бы занялись. Насколько выражена ваша лояльность по отношению к российским либералам, находящимся за границей, а именно к Ходорковскому? Ну, с Ходорковским, я думаю, никакой лояльности быть не может, потому что он не скрывает своего отношения к чеченцам, к Кавказу в целом. Поэтому к нему отношение, конечно, резко негативное. И я заметил, в его команде обычно и собираются такие исламофобы, и кавказофобы, чеченноненавистники. Например, чего стоит вот этот Асланян? Если вы помните, у меня на телеграм-канале я как-то выкладывал его высказывания, где он там говорит, что у чеченцев это место здрасти, там отрезать голову, ха-ха-ха. В общем, с ними, конечно, не может быть какой-то лояльности, но среди российской оппозиции есть те, с кем может быть и существует диалог. Это не значит, что там с ними во всем мы можем сходиться или будем сходиться в наших взглядах, но в целом это люди, с которыми надо общаться. И вообще в целом нам придется, с тем же и даже Путиным, с этой властью, которая сейчас там, если бы они готовы были бы на диалог, были бы диалога способными, желающими этого диалога, то с ними пришлось бы его вести. И это такова политика. Нет такого, что все там с Путиным ни в коем случае не может быть диалога. Конечно, и может, и был бы. Этого диалога добивались наши лидеры, ушедшие, достойно ушедшие из этой жизни. Они пытались сесть за стол переговоров. В любом случае нам придется это делать. И сжигать мосты, конечно же, нельзя. В любом случае нужно вот это место оставлять. С предателями нельзя иметь никакого диалога. То есть вот с марионетками российскими в Чечне никаких диалогов быть не может. А с российской властью, как бы она нам неприятно ни была, если есть возможность вести с ними диалог, то его придется вести. Не потому, что мы этого хотим или нет. Потому, что иначе нельзя. Томсо, что много говоришь о предательстве кадыровцев после того, как сам не пошел по пути ичкирийцев и воевать с русскими до конца, а уехал в богатейшую Европу, какое у тебя право обвинять после этого? Дружище, я никогда не воевал. Я не был никогда солдатом. Никогда в окопах, в линдажах, на позициях не присутствовал. Я был маленьким, когда была война. Поэтому это не по адресу ты делаешь такие заявления. Если бы я где-то там участвовал бы, находился на какой-то стороне, а потом уехал бы, то, да, может быть, это было бы справедливо. Но в моем случае ты промахнулся. Почему не едешь в Палестину? А почему я должен туда ехать? Что за вопросы такие? Ты спроси об этом лучше того же Чемаева, например, который просился туда. Причем здесь я? Я никогда не просился, не говорил, что я собираюсь туда ехать. Почему туда не едут палестинцы, которого здесь немало? Если кто и должен ехать, то пусть едут палестинцы. Приветствую вас. Что по ситуации с Чемаевым вам не кажется, что так поносить его и со стороны Халитова правильно и обвинять в трусости, неправильно написать, ведь и Халита в свое время уехал, и ты, вы что, тоже трусы? А может быть, ты неправильно понял всю эту ситуацию? Его никто не обвиняет в трусости из-за того, что он уехал из республики. Вообще уехать куда-то, откуда-то я никогда еще не видел, чтобы у нас, ну кроме кадыровцев, которым просто больше нечего предъявить, но так, чтобы среди нормальных людей факт уезда человека трактовал себя как трусости, а никогда не видел. Поэтому ни Халитов, ни Яма, никто там, никого не обвиняем в трусости из-за того, что они уехали из республики. Ситуация с Чемаевым, вот это последнее событие в Берлине, это вообще никак не связано с тем, что он уехал. Там была какая-то словесная перепалка между ним и человеком, проживающим в Германии. Какой-то комментарий, который был написан там под его постом. Из-за этого, в общем, эта вся история началась. И если там даже были обвинения в трусости, то они никак не связаны с тем, что он уехал из республики. Там все, привет, я из Москвы. Объясни вкратце, как Адам умудрился за два месяца получить наград больше, чем Джохар Бузаев за всю жизнь. Там история немножко долговатая, но я тебе дам наводку. Начинается все в дубайском отеле «Атлантис». Дело в том, что только Адаму угодил в этот отель, вошел не в ту дверь, как сказал Филипп Киркоров. И отсюда началась вот эта вот история. И все эти медали, полученные этим подростком, они связаны с этой одной вечеринкой в дубайском отеле. Курортный и развлекательный комплекс «Атлантис» и «Пальм Джумейра» расположен в городе Дубай на знаменитом Пальмовом острове, что в 25 минутах езды от международного аэропорта Дубай и в 15 минутах езды от центра города. Отель был открыт в сентябре 2008 года, а последняя реновация здесь была проведена в 2018 году. Как думаешь, идиловый бар случайно вышли не в ту дверь, или все же это не случайность? Я думаю... Я думаю, произошло это все-таки, наверное, случайно, и всему виновным является мефедрон. Вряд ли бы они без него рискнули бы. Некоторые братья неправильно поняли, говорили, можешь, пожалуйста, дать развернутый ответ. Я его уже дал в начале. Видите, я вот этого и не хочу. Само вот это обсуждение темы на каких-то серьезных щах, она вредит нам. Вот как вы себе это представляете? Ты сидишь и такой серьезно на эту тему рассуждаешь, на тему, которая вообще не актуальна, ее нет в этом мире и не будет, иншаллах, не дадут ей снова окрепнуть. Ну, в целом, я имею в виду, по миру. Где-то, конечно, какие-то, наверное, будут места, где будет практиковаться. Но глобально в цивилизованном мире этого уже не будет. И хвала Аллаху, что не будет. И вот когда это не актуально, и ты сидишь и серьезно на эту тему рассуждаешь, лучше давайте порассуждаем на более актуальные темы, в том числе религиозные. Хотите на религиозные темы, давайте. Давайте говорить о том, что единобожие, само словосочетание единобожие, в республике под запретом. Человек, который начинает говорить тавхид и так далее, все, моментально его переезжают. Ни один имам с минборов мечети не говорит о единобожии, о тавхиде. С этих минборов мечетей проповедуют нововведение, которое приведет этих людей, если они покорятся, приведет их в огонь. Об этом говорят. Вот что актуально, вот о чем надо нам говорить. А не о том, что в принципе сейчас вообще не важно. И не относятся к каким-то постулатам нашей религии. Что скажешь о наших людях, которые соглашались добровольно ехать в Афганистан, воевать против талибов, которых поддерживала в Тавхидской Аравии? Это же когда такое было, я что-то не знаю, ни одного такого. Либо ты говоришь про Афганскую войну, когда Советский Союз с ними воевал. Ну там больше, там же был призыв туда людей. Ну может и были какие-то там, кто отправлялся добровольцами, может быть такие были. Но это опять-таки из невежества подобные вещи происходили. Конечно это осуждается. Субтитры создавал DimaTorzok